Ватные ноги, не слышу тренера, плохо спал накануне соревнований, крутит живот, бросает в дрожь, выступает пот. Это все говорит о том, что ты спортсмен и ты испытываешь страх во время соревнований, либо накануне перед соревнованиями, но все эти аспекты явно мешают выступить тебе хуже. Ну а как сделать по-другому? Так, чтобы выходя на бой, ты хоть и чувствовал волнение, но оно было контролируемо. Чтобы все те заготовки, которые вы работали с тренером в зале, получались в момент поединка, в момент соревнования, в момент игры. Чтобы ты отчетливо слышал голос тренера, чтобы ноги были легкие и воздушные. Ты сейчас, наверное, подумаешь, ага, сказка какая. Нет, не сказка, не сказка. Есть конкретные рабочие способы, чтобы сделать все вышеперечисленное. Ведь как-то же спортсмены высших спортивных достижений занимают первые места на Олимпийских играх, значит это возможно, значит они справляются. И есть конкретные, понятные методики, которые позволяют грамотно подойти к соревнованиям, не нервничать, если во время соревнований или во время поединка идет что-то не так, сохранять спокойствие, быть сфокусированным. И действительно показывать тот максимум, на который ты способен именно в этот конкретный день. Я узнал эти фишки, работая и изучая спортивную психологию, и в частности из опыта Натальи Ивановой, серебряного призера Олимпийских игр, которая проводила спортивный семинар, и которая поделилась этой информацией. Есть конкретный, пошаговый алгоритм, как подготовить себя к старту, чтобы выступить так, как я рассказывал раньше. Я написал статью, как это сделать, ссылка будет в описании к этому видео. Переходите, изучайте, смотрите, и выступайте в два раза эффективнее, и самое главное, в 10 раз спокойнее.